всем доброго времени суток банда вот и подобного видео я такого еще никогда не снимал да ну в принципе нужда меня заставляет чтобы я поработал с этим мотором в предыдущем видео я рассказывал что почем и думаю сейчас вам кому нужно может быть и поможет это видео принципе будем двигаться по разбору топливной системы двадцатку 4 так но я уже все перебирал это тридцатка df 4 так на вот снимаем его капот колпак так называемый если смотреть со стороны румпеля да это правая сторона да что мы видим на правой стороне на правой стороне мы увидим масляный фильтр на выходной коллектор его мозги видим какой-то датчик этот пока сильно во все это не вникал а также катушки сжигания их три штуки на каждый цилиндр и с этой стороны мы видим свечи вот грубо говоря также ничего с этой стороны особо интересного нет нас именно привлекает другая сторона со стороны румпеля левая да с этой стороны мы видим уже впускную систему вот она проходит воздухозаборник и система пуска также видим всю эту рейку которая у нас запитывает форсунки а также топливный фильтр и там внутри все интересно это сепаратор и грубо говоря там мы еще увидим охладитель и фильтр тонкой очистки и насос высокого давления вот с торца на крышке головки клапанов которую нужно снимать при регулировке мы видим топливный насос низкого давления вот ну и чтобы это дело все снять нам нужно снять вот этот боковые кожуха берется ключ головка на 8 и вот таким образом мы начинаем это все откручивать топливный фильтр менять достаточно удобно а также его даже можно грубо говоря снять и слить с него отстой прямо в походных условиях это легко он находится вот на такой резиночке ну так и грубо говоря рукой если взять вынимается нужно неудобно потому что в одной рюкзке камера ну то есть он прямо так вот берется вот этих вот резинок вынимается выносится за пределы мотора снизу у меня такая заглушечка вот она на застежке на таком хомутике до хомутику такой снимается да и соответственно сливается с него весь отстое также можно еще покачать грушу все это дело прокачать вот моя задача сейчас снять кожуха тросик управления реверсом водомета я уже отстегнул вот он здесь находился где подтирает грубо говоря более снять это все и загнуть адаптировать под suzuki вот и дальше я буду снимать это видео так чтобы еще хотелось сказать вот у кого есть подобные моторы я вот приготовил такую схему топливной системы да я сейчас уважаемые зрители картинку подержу может быть кто-то поставить на паузу и кому-то это все пригодится вот этот топливный фильтр грубой очистки вот топливный фильтр прям по центру экрана это тонкой очистки у нас стоит на входе вот это насоса высокого давления да ну и как бы тут такая вот система незамысловатая все достаточно просто и сейчас мы по этой схеме методично пойдем по топливной системе то есть мое предположение всего уважаемых зрителей в том да в этой топливной системе что где-то просто наверное из-за большого перепада температур на дальнем востоке то есть особенно в осеннее время да почему он и пудрит мозги она на дальнем востоке высокая то есть это субтропическая зона с резко-континентальным климатом да то есть днем может быть плюс 20 а ночью уже может уходить к нулю ну грубо говоря может быть и в некоторых случаях минусу и так как топливо наше соответственно как ни крути она действительно некачественная да на любой заправке то в принципе возможен где-то может какой-то конденсат за эти годы наработался где-то чего-то от этого моя задача просто отстегнуться эти шланчики снять все это дело продуть и думаю я это все сделаю до насоса высокого давления потому что в лесте не надо кстати вот с этой вот стороны штуцер где вот шланчик 29 и хомутик 39 допустим на 20 suzuki df кеда там внутрь этого штуцера на потом еще расскажу в процессе вставляется как вставка такая маленький-маленький сетчатый фильтр прям тонкой очистки он забивается как ватой такой как пылью вот такой нюанс от этого здесь они уже я смотрю вот такой фильтр поставили тонкой очистки прямо на входе да и вот таким вот сливом видите 8 год именно слив может быть и все мои вот эти вот начинания которые я делаю жизнь меня заставляет самого как бы все это делать с двадцаткой то я в принципе уже под разобрался вот с тридцатка сейчас буду это все в первый раз делать может быть кому-нибудь и дальше пригодится и может быть и действительно найти эту причину и разобраться и моторы будут эти адекватно работать в принципе если так разобраться я вам говорил что мотор в принципе довозил меня всегда да есть от у него нюансы пудрит он вот как бы сказать ну какие-то приколы мозги да вот ну я думаю это вот наверное по этим причинам из-за такого относительно не не хорошего топлива да ну как относительно не очень высокого качества из-за перепад перепада температур вот и соответственно если найти этот прикол и сделать на эту поправку то можно в начале сезона сразу же это все делать какие-то работы может быть дальше это все будет работать вот по первому видео там уже комментарии пошли почему не купили другие моторы я скажу так когда я в двенадцатом году покупал первую suzuku df куда четырех так ну это у других брендов прыскового ничего подобного не было не было не у тахаться не было не у yamaha не было не у мерка по моему даже и у honda не было ну honda всегда четырех такники по моему в то время могу ошибаться но может быть и у honda может быть у honda и было одну может быть и не было но у тахаться у yamaha и у мерка точно не было 20 сильных пусковых моторов на двенадцатый год они начали появляться только в районе восемнадцатого года соответственно этот мотор у меня вот уже был куплен в восемнадцатом году когда тахаться впрысковый восемнадцатом году или в каком-то семнадцатом начали только появляться или мерк восемнадцатом появился вот я имею в виду в этих в этих лошадиных силах ну что будем смотреть дальше разбирать поехали банда так банда так как нас интересует именно противоположная та сторона да то с этой стороны вот эти винты у кожуха можно не откручивать до откручиваем все только с этой стороны чем удобно также и на двадцатой четырех так на suzuki и винты до конца можно не откручивать потому что тут как бы тоже есть резьба их можно так вот выкрутить все и они вот потом никуда ну по сути дела вот не упадут то есть вы поняли да очень даже продуманно сделано единственное что вот этот винт как стоит так и с этой стороны придется выкручивать полностью дальше нам нужно будет снять вот этот вот весь уплотнительную резинку из-под колпака капота как называют и теперь после этой манипуляции вот мы можем уже начинать разъединение одной рукой мне конечно неудобно вот другой снимаю камеру так вот все легко и просто и как я вам обещал можно вот эти все болты вот так вот потрясти видите они у нас никуда не упадут вот это конечно четко продумано ну и вот открывается наша искомая сторона расположу кожух вот сразу же мы видим как бы сказать на входе тонкой очистки да вот его сливная тема вот она и для этой темы я вот он у меня уже новый оригинальный купленный да вот я припас вот такую прозрачную баночку чтобы всех отстой сливать сюда то есть чтобы ну определить есть вода или нет то есть а так чего то все сливать чтобы вдруг действительно чтобы отдуплить что происходит с этим мотором вот такой вот легкое расследование сейчас я пока прервусь и потом буду снимать дальше так вот банда сливаем час отстой с фильтра тонкой очистки который на входе стоит насоса высокого давления видим что выход насоса идет на рейку которая уже через которую подсоединяются форсунки а вот топливный фильтр первичной очистки вот я говорю с него можно слить ведь отстой и груши качать и прокачать принципе прям это на воде ну что давайте открутим посмотрим на бензин потек но это фиксируем наблюдаем ну что интересно двадцатки там тоже это можно сделать там кожуха не надо снимать там я как понял прям с охладителя сливается насколько я понимаю такая вот история сейчас сольем и посмотрим ну что банда я слию на видеокамеру точно это все не увидеть какая-то там блин типа перхоти какой-то конечно плавает какого-то такого легкого мусора типа какая-то ну да наверно сравнить может какой-то там перхотью вот сначала были какие-то микро шарики я сначала такие небольшие наверно прям вообще небольшие не баллы небольшие такие как ушко и у иголки я сначала когда они были я подумал что вот она вода но сейчас это эти шарики небольшие не могу найти то ли это пока это слилось там образовалась эта консистенция в такие шарики потом распределилась но вода бы она осталась однозначно сначала думал вода ну нет ну какая-то перхоть плавает такая вот штука ну думаю мотор три сезона от тарабанил фильтр этот тонкой очистки перед топливным насосом высокого давления вот он не менялся я думаю вот сниму и дома разберу и мы посмотрим какому состоянии ну что двигаемся помаленьку дальше ну что уважаемые зрители сделал я еще одну процедуру мне посоветовали вот этот рейка топливная которые подсоединяются форсунки да тоже грицин за горит с ними и если остаточки вот к ним подсоединяется вот шланчик с насоса высокого давления я снял чуть-чуть подбежала потом мягкой ручка вот так легонечко постучал там еще слилось и вот люди опытные которые ездят на более сильных моторах suzuki там за 100 сил там за 200 сил они говорят тут тут тоже грит скапливаться типа влага или еще и что-то начинает компенсировать мозги посмотрим на наличие влаги ну что уважаемые зрители ничего криминального особо явно выраженного я тоже не увидел есть какая-то небольшая там микро взвесь тоже какая-то типа микро микро перхоти еще меньше и не более того но моя задача везде все снять продуть посмотреть так ну что банда снял я вот этот сам разъемчик который вот этот рей рей к реке подсоединяется штуцер да вот топливной которые форсунки подсоединены и вот на свету я смотрю не знаю сейчас увидите нет где вот этот шланчик подсоединяется топливо это высохла а вот так вот я держу и такая маленькая маленькая дорожка из воды думаю камера не сфокусирует ну короче есть короче влага есть короче во да вот в чем прикол быть или не быть и и мало но вот эта дорожка есть все таки вот не наверное человек правильно подсказал что в этих рейках она вот именно здесь внизу вот видите стучучек надо все это дело сейчас нормально все просушивать убирать эту влагу ну и дальше смотрим что будет снова этот фильтр который стоит на входе насоса высокого давления как говорится фильтр тонкой очистки думаю сейчас это дело дома возьму и он не разборный но его разберу посмотрю для интереса что там внутри за три сезона его ни разу не менял думаю будет интересно и причины ли в нем ну влага в этой вот реки уже было да на сливе тоже там не знаю показалось не показалось вот слив этого фильтра там перхоть была какая-то ну и думаю надо еще добраться до испарителя так уважаемые зрители вот вынял я на рейке все форсунки потому что меня рейка заинтересовала потому что было влага и видим что на форсуночках за три сезона есть кокс а на верхней форсунки смотрите прям вообще такой нагар вот смотрите-ка прям вот как я понял как раз на самом распыление видите прям такой вот кокс вот возможно это одна из из искомых проблем ну придется их конечно же снимать и маленечко почистить ну вот уважаемые зрители пользуясь случаем я сразу же решил по пути ко всему остальному скрыть и термостат проверить что никаких ли тут камней у меня не защемлено и правильно ли он у меня работает тоже возьму его домой где-то у меня еще старый термостат рабочиеся двадцатки посмотрю ну так вроде все закрыт все четенько никаких тут камней нету ничего не запал а то бывает прямо сюда камни залетают да вот ему и все блин не закрывается такое у меня уже было на двадцатки так банда ну попутно я еще решил скрыть всю систему воздухозабора снял крышку где находится воздушный фильтр вижу что здесь какой-то стоит датчик и датчик скорее всего по температуре процессор сама башка еще и отдыхает какая температура воздуха на входе таким образом возможно она регулирует либо подачу топлива либо зажигания вот тут я нашел каких-то дохлых насекомых и фильтр то в принципе надо бы сказать под забит вот как-то так вот видно что фильтрик под забитый есть тут чуть почистить о сеточка то наверно если вдруг будет вылетать пламя да ну чтобы она не дала за г загореться фильтру вот видим заслунку вот она открывается что-то как-то открывается не напомню сейчас мы это проверим ну что уважаемые зрители я этот вопрос про вентилировал меня заинтересовало почему она так не открывается думал сначала так заводом изготовителем посмотрел по тросиком все упоры вроде все ровно но все-таки она открывается не полностью вот я еще с пальцем видите открываю полностью то есть полностью она у меня не открывалась вот такая вот история предположительно что где-то упирается вот здесь больше ограничений вроде как нету на 1 минут короче надо смотреть вот так вот я ездил в них полный газ короче ну что банда чтобы добраться мне до сепаратора с охладителем вот он мне пришлось а тут как бы вообще так нормально под раскидать всю эту тематику как вы поняли и не во всех местах конечно удобно пришлось пользоваться и гибкими вот такими вещами и тудым сюдым и выясним что я и заслоночка у меня на полную он не открывается причина скорее все где-то там в ушки кроется скорее всего это наверно у всех моторов так наверно где-то заводская тема такая сделана как всегда ограничитель на пластмассе я так логически предполагаю где-то вылили вылили не так еще какая-то фигня такая вот система есть но осталось снять сепаратор охладитель и все датчики отсоединил термостат вынял и дома это все дело можно будет разобрать все таки я освободил насос высокого давления и сепаратор до подразобрал это все и скажу так без набора хорошего инструмента и если это уже осень до холодное время в тайге добраться до них до всего для этого это просто нереально просто нереально скажу в речных условиях чтобы заменить например этот насос высокого давления на коленках на реке это только если есть хороший инструмент теплое время суток и ты делал уже эту процедуру несколько раз тогда может быть что-нибудь возможно если ты еще уверен что в этом отказ а так это просто просто жопа уважаемая банда вот это так могу назвать жопа все короче вот как то так